Пресвятая Дева является нашей Матерью, и только Она может обращаться к нашему Богу, как к Своему Сыну. Мы говорим Пресвятую Господу, Божий наш, и только Пресвятая Дева обращается к Нему. Сын мой, я прошу Тебя, за всех прошу и за каждого прошу. И мы помним с вами удивительное повествование блаженного юродивого Андрея, когда он пребывал, Бог ему дал увидеть небо, вот он ходил по этим небесным селениям, у него спрашивали, что ты там видел? Он говорит, вы знаете, я попросил, чтобы мне показали Божью Матерь, потому что я видел Господа, видел множество святых, смотрел во все глаза, но не видел Божьей Матерь. Я спросил, где она, где эта Дева чистая, непорочная? И мне сказали там на небе, что ее здесь нет, потому что она на земле. Она с людьми, она ходит среди страждущих, среди тех, кто нуждается в особой помощи, заступничестве, потому что она мать. А мать не может никогда сидеть на одном месте, только с одним каким-то ребенком. Сколько бы у нее не было детей, она всех готова объять, она всех готова принять, потому что у нее особое материнское сердце. И мы верим в то, что с каждым из нас тоже Божья Матерь. И вот это заступничество при святой Деве мы чувствуем прежде всего через заботу наших родителей. Есть удивительная такая песня со словами «Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе». Потому что пока жива мать, пока живы родители, мы можем слышать счастливые слова «сын» или «дочь». Потому что к нам их могут обратить только наши родители. Но когда родители уходят, на их место становится Пресвятая Дева. И мы к ней всегда обращаемся и в радости, и в скорби, потому что она наша мать. И Беларусь – это тоже наша мать. Это наша Родина, это родная земля. Мы ее храним, мы за нее переживаем. Но, как говорил святитель Николай Сербский, капля молитвы имеет огромную силу. И бездна переживаний или море переживаний человеческих не сравнится с одной каплей молитвы. Это капля молитвы, когда попадает в эту бурю наших житейских страстей, в море треволнений. Она все умиротворяет. И бурю утешает и покошает. Молитва способна изменить мир. Молитва способна изменить нас. Потому что свойства молитвы, вот это чувство, это расположение Духа, им обладает только человек. Как святитель Николай Сербский говорит, Почему цветок мы называем цветком? Потому что он прекрасен на вид, и он благоухает. Почему птицу мы называем птицей? Потому что она щебечет и летает. А почему человека мы называем человеком? Потому что только человек может молиться. И человек тогда человек, когда он беседует со своим Творцом, с Богом и со своей Матерью, Пресвятой Богородицей. Вот сегодня мы с вами так сердечно с Божьей Матерью побеседовали, попели ей, прославили ее. И множество раз говорили, радуйся, Пресвятая Дева, несмотря ни на что. Радуйся, пожалуйста. Потому что если Ты будешь радоваться, то и все мы будем пребывать в радости Твоего Небесного Сына. Спаси всех вас, Господи, дорогие. Всем желаю Божьего благословения. Доброй ночи. Будем снова собираться на молитву. Храни всех вас, Господь. Сейчас подходите к иконочке. Пресвятой Богородице прикладывайтесь. И Пресвятая Богородица спасит нас.